По внешности кроссовера Bentley Bentayga не оттоптался только ленивый. Уж очень спорно выглядит автомобиль. Но клиентам экстерьер понравился, и за пять лет англичане произвели аж 20 тысяч машин. А это немногим меньше половины всех продаж. Тем удивительнее, что плановая модернизация так сильно затронула дизайн Bentayga. Кроссовер стилистически приблизили к купе Continental GT. Передняя часть совершенно новая. Светодиодные матричные фары переставлены на 30 миллиметров выше. И взгляд Bentayga уже не так угрюм. Сзади и вовсе маленькая революция. Крылья и колея расширены на 20 миллиметров. Проем багажника перекроен. Дверь заходит за боковины, как у родственного Audi Q7. Эллипсоидные фонари как будто взаимозаменяемы с оптикой двухдверного Continental GT. Салон разжился новыми креслами, причем у четырехместных машин задние сидения сдвинуты в сторону багажника. Приборная панель теперь виртуальная. Слегка переделан руль. Центральные дефлекторы стали прямоугольными. А обновленная мультимедиа дополнена новым блоком кнопок под экраном диагональю 11 дюймов. Зато техника не тронута. Европейские продажи начинаются осенью с 8-цилиндровой бензиновой версии. Позже обновят и другие модификации. Бензиновый W12, дизельный V8, гибрид и самую шуструю версию Speed. Теряющие зрители и участников традиционные автосалоны – традиционная тема в автоиндустрии. Женевский автосалон казался крепче других европейских. По крайней мере, до нынешней коронавирусной весны. Автосалон в Женеве был отменен за считанные дни до открытия, когда большинство стендов уже были готовы. И вот очередная тревожная новость. Организаторы, специальный фонд, объявили, что не станут проводить выставку в следующем году из-за отказа многих автопроизводителей. Эпидемия больно ударила по рынку. К тому же под вопросом стала сама идея столь массового мероприятия. Автошоу ежегодно посещали 600 тысяч человек. Но если салона вновь не будет, то и не будет планируемого займа, который мог покрыть убытки от непроведенного шоу 2020 года. В итоге фонд намерен продать свои права выставочному комплексу «Палэкспо». Захотят ли новые хозяева возобновлять ежегодный автосалон? И еще вопрос.